Ассаламу алейкум, кументарайн. Сегодня хотел немного поговорить об тех вещах, в которых многие люди на сегодняшний день не особо задаются этим вопросом. К сожалению, не задаются этим вопросом. Почему? Потому что на протяжении многих лет мы, народ Казахстана и вообще весь постсоветский союз, люди постсоветского пространства, в принципе не задавались особо этим вопросом. Почему? Потому что нас приучили к тому, что за нас все сделают, за нас все решат. Там есть люди, профессора, академики, которые подскажут правительству, как делать, что делать и все остальное. Соответственно, наши фундаментальные права остались в небытие. И, соответственно, все так получилось, что нами управляли люди, которые были не заинтересованы в том, чтобы люди, народ Казахстана, чтобы мы знали, что это такое вообще, право человека. Какие преимущества нам это дает. Нас все время обманывали, говорили, зачем вам это надо. Образование в школе, соответственно, вообще об этом ни слова не говорится. Идет такое ощущение, как будто идет глобальное оболванивание населения. Вот поэтому, чем больше мы стали углубляться вот именно в эту проблему, тем больше мы стали понимать то, насколько давно нас все-таки оболванивали и делали все возможное, чтобы мы, граждане Казахстана и вообще граждане бывшего постсоветского пространства, не задавались даже этим вопросом. И вот хотел бы вот немного пообсуждать вот на эту тему. И вот когда ко мне в руки попала декларация Франции, и когда я увидел, когда она была принята, и то, что Французская республика уже на протяжении стольких лет держит вот эту декларацию как основа основ. И то, что с помощью, благодаря вот этой декларации, на сегодняшний день Франция есть той страной, которой мы ее знаем. Вот первое, хотел бы сказать, что вот для тех людей, кто не знает в каком году и как это все происходило, вот хотел бы вкратце рассказать то, что Французская декларация была принята 26 августа 1789 года. И где конкретно была принята декларация, французская декларация о правах человека, в котором четко прописаны права человека. И они за время, которое они принимали эту декларацию, они сделали все возможное, чтобы ни один человек, который стоит у правительства, не смог, как говорится, даже запятую исправить в этой декларации. Вот настолько фундаментально все здесь основательно сделано. И вот что касается конкретно, как они это все дело описали, вот хотел бы процитировать, да, то, что лишневежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним является единственными причинами общественных бедствий и пороков правительства. Вот что касается вот этих вот всех моментов, хотелось бы еще подчеркнуть то, что пороки правительства. Вот на сегодняшний день многие из нас, допустим, да, вот у нас сейчас в чате уже порядка 100 тысяч человек, вот мы там целыми днями находимся, сидим, смотрим, читаем, свое что-то выкладываем, да. И большинство людей, как бы говорят, вот, там, Назарбаев украл за 30 лет 300 миллиардов, Кулебаев и все им подобные люди. Вот что, вот вокруг этого сконцентрирована мысль большинства людей. Вот, в данном случае я бы хотел сказать, для меня, вот, лично для меня, вот эти вот все фамилии, все эти люди, вот, лично для меня, это просто фамилии. Почему я так говорю? Потому что я вот на сегодняшний день понимаю следующее, то, что будь на их месте другой человек, будь он хитрее или еще более кровожадней, было бы намного хуже. Либо, будь человек более честнее, было бы чуть-чуть лучше. Но суть не в этом, суть в том, что сама система сделана таким образом, что любой человек, который приходит во власть, у него есть возможности под себя так или иначе законы переписать. Почему? Потому что у нас в нашем государстве не принято, вот такой же не принят документ, как Франция в 1789 году приняла, вот такой же документ, он не принят нами. У нас принята была Конституция 93-го года, когда мы взяли только независимость, да, обрели. Вот, когда Конституция 93-го года, она все же более-менее была, как бы, направлена на то, чтобы в Казахстане была демократия, да. Вот, когда пришел во власть, допустим, Назарбаев, когда он увидел, что ему сложно делать те или иные моменты, естественно, что он сделал? Так как Конституция 93-го года была не идеальной, и она была не фундаментальной, да, он нашел те рычаги, которые он использовал, да, как президент. Вот, он использовал рычаги, он, допустим, отправил в отпуск, в каникулы, как хотите это понимаете, да, допустим, весь парламент распустил. И, типа, приняли, как его, типа, референдумом приняли Конституцию 95-го года. И настолько мы, допустим, граждане Казахстана, вот, на тот момент были не втянуты в политическую жизнь Казахстана, то, что мы даже не заметили вот этого всего, просто не заметили. Мы жили обычной своей жизнью, мы не видели, что там в правительстве творится, что там проходят глобальные перемены, глобальное переустройство всего законодательства, да, республик Казахстан. Вот, мы даже этого не заметили. Вот, поэтому на протяжении всего вот с 95-го года по сегодняшний день, Конституция 95-го года, которая была принята, даже она подверглась 26 поправкам и изменениям. Последние поправки были, по-моему, в 18-м году сделаны. Вот, как раз-таки, когда активизировалась и начала свою деятельность оппозиционное движение, демократический выбор Казахстана, вот, был принят в срочном порядке дополнение, вот, именно в 32-ю статью Конституции, да, где нас уже обязали, прежде чем идти на мирные собрания, идти в Акимат и просить разрешения. Вот, все приводит к тому, что, когда люди не втянуты в политическую жизнь страны, происходят вот такие вот беспорядки. Я почему, вот, допустим, еще раз хочу сказать то, что для меня все люди, которые сейчас сидят у власти, для меня это просто фамилии. Почему? Потому что любой человек с улицы, сейчас возьмите любого другого человека, посадите в эту власть, через 10 лет он станет таким же. Почему? Потому что сама система делает из людей таких. Если ты в этой системе, с волками жить, по-волчьи жить, как говорится, да. Поэтому я их ни в коем случае не оправдываю, но хочу сказать, этот упрек, прежде всего, нам, гражданскому обществу, гражданскому обществу Казахстана, это нам упрек, это мы виноваты в том, что у власти на протяжении 30 лет сидят люди с такими фамилиями, которые не заинтересованы в том, чтобы Казахстан процветал, они заинтересованы в личных интересах, яхты, самолеты, виллы, коттеджи и все остальное. У них шкурный интерес, у них свои личные интересы, а то, что народ Казахстана сейчас прозябает, это уже вопрос, как бы, для них уже неинтересный. Вот, мы в этом сами все убедились уже и прекрасно понимаем, да. Поэтому хотелось бы сказать следующее. Вот у нас сейчас в нашей Конституции, образца 95-го года, есть 20-я статья Конституции, которая гласит, каждый из нас имеет право получать и распространять информацию любым незапрещенным законным способом. И то, что, как первый пункт, это свобода слова и творчества гарантируется, цензура запрещается. Цензура запрещается, гарантом Конституции является президент Республики Казахстан, да. Но что мы видим? Мы видим, что вот эта вот, практически одна из самых важных статей в этой Конституции, она просто не работает абсолютно никак. Почему? Потому что за свободу слова у нас подвергают арестам, за свободу слова у нас подвергают пыткам, за свободу слова у нас подвергают штрафам. Все, что мы не делаем, все, что мы не говорим в рамках этой статьи Конституции в адрес, критикуя правительство, нас подвергает всякого рода преследование, да. Особенно преследование подвергаются те люди, которые хоть как-то вышли за рамки этой Конституции. Если они хоть как-то там допустили маленькую ошибку, если они там перешли на личность, допустили какое-то оскорбление. Вот мы уже видели, что недавно у нас с города Караганды был арестован парень, который в прямом эфире обматерил, да, так скажем, первое лицо республики. И вот сейчас вот хотел бы всех тех граждан, которые еще не сделали подобного рода заявление, не делать этого заявления. Почему? Потому что, я же говорю, это просто фамилии. Нам нужно менять в первую очередь самих себя. Мы должны полностью быть втянуты в жизнь политическую Казахстану. Мы должны быть активны, мы должны жить и просыпаться с этой политической системой. Мы должны менять мироустройство этой политической системы. Мы должны каждый день бороться, доказывать этим чиновникам то, что мы не будем мириться с тем, что сейчас происходит в нашей стране. Мы не будем мириться с тем, что они делают с нашей страной, то, что они делают с нашими людьми, то, что они творят, вот эти все бесчинства, незаконные действия. Поэтому я призываю каждого гражданина Республики Казахстан вставать и просыпаться, именно чтобы у вас в руках была Конституция. И для чего это нужно? Для того, чтобы завтра, когда мы так или иначе, так или иначе, мы добьемся того, что мы сменим мирным путем эту власть. И чтобы те люди, которые придут во власть, чтобы они не стали опять на ту же дорогу, которую сейчас ведет нас, да, эта система. Вот нам, чтобы полностью эту систему поменять, нам нужно знать конкретно. Вот для меня, допустим, я по сегодняшний день уже просмотрел многие декларации многих стран, многих прочитал, процитировал и все остальное. Для меня, как для обычного гражданина Казахстана, для меня более близка именно французская декларация, французские законы. Как бы там более, вот для нашей, как бы ментальности, для нашего казахстанского народа, большинство из этих вещей, которые прописаны в этой декларации, в их законах, они вот нам, как бы оптимально больше подходят. Поэтому я хочу еще раз обратиться к вам, граждане Республики Казахстан. Будьте активны, давайте все вместе, я же говорю, каждый день, независимо от того, что сейчас карантин. Вот как раз таки карантин, на время карантина мы можем сейчас прогуглить, взять те законы, которые существуют в других странах, сравнить с нашими законами. Тогда вы у вас, когда вы начинаете сами сравнивать нашу конституцию и конституцию других стран, которые находятся в десятке, в двадцатке лучших стран мира, вы начинаете понимать настолько, что нас держали в тени, настолько нас держали внизу всего этого понимания, что такое право и что такое право человека. Вот поэтому еще раз хочу сказать, давайте все вместе, давайте все вместе изучать законы, изучать, знать те законы, которые мы завтра, завтра в нашей республике, в нашем государстве, в наших законах, мы эти все законы будем применять, мы их будем также вписывать и сделаем так же, как, допустим, сделали французы. Я ничуть, допустим, хочу сказать то, что мы ничуть не глупее, мы ничуть не тупее французского народа. Просто французский народ в то время, после царских режимов, после всех вот этих революций, после всех постаний, они созрели к тому, чтобы прийти к тому, чтобы фундаментально установить вот этот закон, декларацию принять и быть уже, как говорится, втянутыми в политическую систему страны. И вот на сегодняшний день, по опросам, допустим, граждан республики Франции, допустим, французского общества, практически больше 80% населения, они живут политикой, они втянуты практически все в эту политическую систему, и они чутко понимают, где какие изменения, где что происходит, они на пульсе постоянно держат все моменты политической системы, политической жизни своей страны. Вот поэтому нам нужно всем отойти от вот этих оскорблений, не подвергать себя лишнему риску быть арестованными, просто давайте делать то, что мы должны делать, а мы должны делать, это изучить законы, первое, сравнить их, третье, знать конституцию, законы своей страны, потом, когда завтра придет время, мы должны принять новый закон, а оно придет, не зря же по жизни всегда говорилось, чем ближе конец империи, тем бесчеловечные, тем глупее законы, которые она принимает. Поэтому наше правительство, которое сейчас существует, за последнее время она приняла очень много антинародных законов, поэтому я уверен в том, что долго эта система уже не удержится, поэтому нам нужно просто всем быть активными, и тогда мы быстрее сменим эту власть, мы быстрее придем к тому, чтобы мы сами сели за стол и пригласили всех профессионалов своего дела за этот стол, чтобы действительно нашей страной руководили профессионалы, патриоты своей страны, которые бы хотели, чтобы каждый гражданин Республики Казахстан жил достойно, а не то, что сейчас у нас происходит. Поэтому призываю всех активнее принимать свое участие в политической жизни страны. Чем быстрее, чем масштабнее мы сейчас начнем этим заниматься, тем быстрее мы добьемся того, что наша страна станет на политические рельсы, тем быстрее мы станем на цивилизованные рельсы, и тем быстрее наше будущее, и мы сами будем, как говорится, все вместе ввести нашу страну в демократическое общество, и будем процветать. Нам, как я вот считаю, нам просто нужно всем встать из своих диванов, выйти из своих квартир, посмотреть друг другу в глаза и сказать, ну неужели мы не можем это сделать? Да можем, конечно, мы это сделать. Мы можем и должны это сделать. Принять мощный закон именно о правах человека, принять конституцию, добиться того, чтобы в нашей стране была парламентская республика, многопартийная система, выборность Акимов, независимая судебно-исполнительная система, независимое телевидение, независимые СМИ. Вот когда вот это все будет у нас настроено с профессионалами и плюс еще активными гражданами республики Казахстан, да я уверен, что мы в течение 5-10 лет станем одной из самых процветающих стран мира. Поэтому всех призываю быть активными. Присоединяйтесь в движение Коща партии АСЭ. На сегодняшний день наше движение не зарегистрировано. Так как оно не зарегистрировано, у нас мы пока еще думаем регистрировать наше движение или нет. Но пока как партию мы точно регистрировать ее не будем, чтобы наши граждане не заблуждались. Коща партии АСЭ – это название, это долгосрочная перспектива. А на сегодняшний день Коща партии АСЭ – это просто название, это у нас движение. Как движение мы имеем право существовать и делать ту деятельность, которой мы занимаемся. А мы занимаемся, мы создаем мнение, мы создаем общественное мнение, основываясь пятой статьей Конституции, где прописано, что в республике Казахстан признаются политические и идеологическое многообразие. Поэтому, граждане республики Казахстан, присоединяйтесь к движению Коща партии АСЭ. Давайте займемся нашим, как говорится, знанием, займемся изучением, займемся тем, и будем готовиться к тому, что завтра мы все должны будем принять для нас нужные и необходимые законы. Право выше закона. Это должен знать каждый ребенок, начиная с детского садика и до самого пожилого и старого человека. Право должно быть выше закона. Я за право, которое будет стоять выше закона. Аллах Коща партия АСЭ, Аллах Казахстан.